Итак, продолжаем Бытие 44. Постоянно Иосиф пытался, по-моему, им как-то ободрить, узнать, что это я, Иосиф, с вами. Допустим, когда они сидели у него дома, во-первых, он им приглашал дома. И это было немножко неожиданно, потому что это только как-то приглашал семьей к себе, в личном доме, в вашем доме. И он этих людей, которые кажутся чужие для него, приглашал к себе дома. И положил им по возрасту возле стола. Им должны понять, что тот человек знает прекрасно нашей семьей. И кто из нашей семьи здесь в Египте? Это Иосиф. Ну, они как-то это не хотели признать, так как очень многие люди в мире, они знают, что, в принципе, да, Иисус есть, Бог есть. Ну, они не хотят как-то признаться до конца. И этих людей, по-моему, то же самое, эти братья. Абсолютно то же самое, похоже. И им пришлось, в принципе, присоединяясь к ботам, да, присоединяясь к точек, да, как ты соединяешь точек и ты видишь вот картину. Ну, это там, но они не хотели соединять точек и видеть картину. Потому что, когда Иосиф дал им сесть по возрастам, им должны знать, что тот человек, как-то очень знаком, знает прекрасно нашей семьей. И сейчас вот они готовы вернуться, второй раз. И Иосиф, конечно, делал, чтобы Бениамин имел бы его чашу, и он сказал бы, что он бы это украл, и это делал бы очень большую проблему для им. Но это все по плану, его план. И в 45-м главу он будет открыто слезами показаться им, что я, Иосиф, я вас люблю и простил, не переживайте, все. Ну, зачем он это не сразу делал? Это тоже самое вопрос, почему Иисус не сразу вернется? Почему Бог как-то столько делает с нами, который кажется поверхности какой-то жестокий даже? Ну, это потому, что Он хочет, чтобы мы сами покаялись, чтобы мы поняли бы Его и устроили бы отношения с Ним глубже. И это почему в жизни не все так, и очень многое случится в нашей жизни, где окажется Бог поверхности жестокий, тяжелый с нами. Но это просто маска. Так как Иосиф тоже как-то показался, что он очень жестокий. Ну, видите, как он как-то смещал его милость, его благодать и эту жестокость. Вот. Он вернул денег им и тоже дал им не только то, что они покупали, в смысле пищи, но сколько они могут нести. И так, когда они открыли отверстие, мешки, они видели бы тот денег, который он тут, серебра, который он вернул, плюс слишком много пищу, которую он дал им, то есть его благодать, а тоже, ой-ой-ой, у Вениамин есть его чашу сербияную, которую, видимо, ну, они ему подставили, и эту чашу специально, конечно, они положили там. То в одном стороне они видели бы милость и благодать Иосифа, на другом они поняли бы на одно и то же время, что это очень сложно воспринимать, почему он так делает. И с нами тоже самое, такой опыт. Мы видим, милость Божия, а зачем жизни так сложно? И такой болный момент в жизни. Зачем? Ну, читая историю Иосифа, мы понимаем, что у тех отрицательных моментов все-таки заканчивается к доброму, к хорошему, к нашему вечному спасению, в конце концов. Интересно тоже, что они продали Иосиф в Египте за 20 монет серебра. За 20 такие серебряные. И сейчас у них такое серебро от Иосифа, от пуза, в своем мешке. Это опять, он пытался им подталкивать, дать им намек, что я знаю то, что ты делал с Иосифом, потому что я сам Иосиф. Но они это как-то не воспринимали до конца, не восприняли до конца. Так. Четвертое. Еще недалеко отошли они от города. Как Иосиф сказал начальнику дома своего, ступая, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Они, конечно, отрицали, что нет, мы не заплатили злом за добро. Нет, мы не украли вашу чашу. Мы не заплатили злом за добро. В одном плане, да, правильно. В этом данном ситуации, да, они это не делали. Но они делали зло к Иосифу раньше. Помните, дальше Иосиф будет сказать, что вы намерали все это для зла. А Бог это делал добро. Итак, почему у нас иногда есть такие, ну, фальшивые такие моменты, когда людей, говорят, гадости против нами, зачем? Ну, ложные такие обвинения, зачем у нас есть это? Наверное, чтобы мы шли бы через тот определенный реакции, что сперва, да, это не то, я это точно не делал. Размышляя, по идее, если по-духовному размышляя, мы поняли бы, что хотя я это не делал. По сути дела, по сути дела, я это делал. И здесь, понимаете, как Иосиф действовал как психолог. Он дал им такое ложное обвинение. И они сказали, конечно, мы это не делаем. Что? Что мы вот заплатили злом за добро. Мы, конечно, это не делали. Думая об этом, они поняли бы, что, ну, да, мы это делали не сейчас, а раньше к Иосифу мы это делали. Я думаю, не та ли это, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней, куда это вы сделали? Иосиф, конечно, получается прообразом Иисусом. И его чаша, можно сказать, это через эту, что он знает все обо всем. В том, что поскольку совершаем преномнение хлеба и пытаемся опять представить его крест, его распятие и так далее, мы как-то познаем самого себя. Это, если мы правильно, совершаем преномнение хлеба. Это как-то натурально такой, ну, реакции, можно сказать. Вот он догнал их и сказал им эти слова, седьмым. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, раби твои не сделают такого дела. Правильно? Да, они не заплатили злом за добро. На этом, ну, сразу на данный момент. А по сути дела, они это делали. Вот сказали, серебра, найденные нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли хананской. Они имели в виду, что по поводу серебра мы очень честные людей. Мы очень честные люди по поводу серебра. Да, в этом контексте, да. А вы продали Иосиф за 20 серебряков. И что, как вы это объяснили, папа? Что, ой, откуда у вас 20 серебряков? Что, нашли что ли? Случайно, на улицу? Да. Сразу, когда они дали впечатление, что, ой, по поводу денег, по поводу серебра, именно серебра, мы очень честны. Да? Вы продали Иосиф за 20 серебряков. Как же нам украсть из дома господина твоего серебра или золота? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему. Он сказал, и читайте внимательно, 10-м. Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаще, тот будет мне рабом, а вы будете невиноваты. Это не как они сказали. Они сказали, 9-м стихе, у кого из рабов твоих найдется, тому смерть. А мы будем рабами. И он сказал, ладно, делаем по вашему слову. А у кого найдется чаще, тот будет мне рабом. А вы будете невиноваты, вы будете свободны. Он мне говорил по поводу смерти. Это понятно, что Иосиф был, скажем так, первый министр Египта. Это самая большая, мощная страна в мире. Тем временем, если ты украл его специально, чаще, ну, это обязательно, это смертный казнь. Это обязательно смерть. Обязательно. А он сказал, ну, хорошо, кто это украл, не умирает. Будет мне рабом. И вы, которые как-то, видимо, были бы, ну, как-то и тоже, в каком-то степени виноваты, вы в курсе дели, что вы не обвиняли, ну, ладно, я вас отпущу. То есть, он оказал милость и благодать, требуя гораздо меньше, чем закон. То есть, не смерть, а вот просто быть мне рабом. Опять они думали, ну, это очень жестокий, как он, Вениамин, подстаивал с этим делом. А на одно и то же время оказывается только нам милость. И опять, это наш вопрос. Ну, всю эту историю закончится в том, что все поняли, что тот жестокий сторон, это просто-напросто маска. И вне этого чудесной, великолепной любви Иосифа для им. Вот. В тринадцатом он обыскал начало со старшего и окончил младшим. Опять они поняли бы, что они знают о нашей семье. Похоже, когда Иосиф им сел по возрасту на столу и здесь обыскал начало со старшего и окончил младшим, чтобы показать им, что я вас прекрасно знаю. Нашлась чаша в мешке Вениаминовым. Раздрали они одежды свои и, возложив каждый на осла своего нощу, возвратились в город. И они могли бы вернуться к Ханану, к папу. А почему они это не делали? Во-первых, они переживали у Вениамина. Во-вторых, они переживали по поводу папы. Что если он потерял бы Вениамин, он вообще умер бы. И здесь мы видим какой-то духовный рост. Потому что когда 22 года тому назад они взяли специально одежды, многоцветные одежды Иосифа бросил кровью на этом и передали папу, Якову. Они это делали без всякого, без внимания по поводу эффекта чувства Якова, папа. Они им неинтересны. А сейчас по поводу потери один из его сына, они очень переживали. Можно сказать, что хотя небольшая, но есть какой-то рост там. Рост этих братьев по-духовному очень медленный, очень медленный и очень мало. И это как-то уточнение для нас. что хотя наш рост не достаточно не очень многих веков должен быть и слишком медленный, но все равно есть. Иуда пришел к Иосифу и умолял, если он мог бы оставаться на месте Вениамина, чтобы Яков, папа, не умер бы от слез, если Вениамин не вернулся бы. И И это опять какой-то знак духовный рост у Юды. Хоть я 38 главу, мы читали, как Юда вообще не тот человек, он спал с проституткой, думая, что это проститутка, выпивал, солгал, был не совсем тот человек. А сейчас это он, который шел к Иосифу и сказал ему, ну давай, я буду рабом за жизнью, чтобы Вениамин отпустишь домой. Иногда встречаясь с такими людьми, с проститутками и так далее, мы думаем, что мы могли бы думать, что трансформация реальная измена не будет, невозможно. Видите, есть ради силы Божьей, это обязательно возможно. Итак, 45-е, после всякого Иосифа не мог более удерживаться при всех. Значит, поскольку он не показался, что я Иосиф, он просто дал им намек, намек, попалковал им к этому, он сам себе удерживал. Я понимаю, что Иисус тоже самое, пока на небесах, удерживается сам в себе. Он очень хочется, вернется, но как-то удерживается, чтобы у нас был бы побольше духовный рост, и, конечно, чтобы еще людей пришли бы к нему. Он это не хочет. Это не так, что ему как-то скучно там, как-то сесть на небесах и ждет время, чтобы вернуть. Нет. Он как-то с таким страстом сам себе удерживается. И когда он придет, с этим же духом Иосиф, который не мог более удерживаться, и закричал, удалите от меня всех. И громко зарядал он в втором стихе, громко зарядал, и сказал Иосиф братьям своим, я и Иосиф, жив ли еще отец мой? Интересно, что он задал тот вопрос, потому что они столько раз сказали ему, Иосифу, что у нас есть отец, и он жив, и мы не хотим, чтобы Вениамин остался здесь, вдруг наш отец не умирает. А зачем тогда Иосиф задал им вопрос, жив ли еще отец мой? Понятно, что он решил им простить, хотя он им не доверял. Поэтому он сказал, скажи по-честному, я Иосиф, по-честному скажи, пап, еще живой? Вот. И это значит, что когда дадим человеку прощение, не значит, что мы дальше будем ему доверять. Доверие и прощение, это совсем другое. Давид, можно сказать, простил Саул, и Саул сказал, Давид, прости меня, и давай, ты сможешь со мной жить, как по-прежнему. Давид, конечно, отказался. Он Саул простил родину, не доверял, и жить с ним нет, не буду. И здесь у нас похоже. я думаю, что эти братья никогда не покаялись. Они никогда как-то шли к Иосифу, Гаврия, прости, пожалуйста, это ужас, то, что мы делали. Но он все равно им простил. И это то, что Бог делает с нами. И потому, что наше покаяние, покаяние, знаете, имеется в разных степени. в разных степени. И качество, можно сказать, нашего покаяния не очень. Иногда наше кавычками покаяние значит более сожалеет. Я сожалею, что я это делал, но это не совсем то, как покаяние. Сожалеет, что жалко, что так получилось. Это не совсем покаяние. Но может показаться как покаяние. Есть разные, я сказал, качества покаяния. И самая легкая политика это просто простить людей, не смотря на искренность или существование даже покаяния. это не значит, что тебе придется им добирать и жить с ними. Нет. И то, что мы видим здесь в Иосифе, когда он не мог больше удерживаться и закричал и там громко зарядал, это то, что в принципе с этим духом до сих пор уизвется на небесах, потому что он нас очень любит. и когда он придет, мы будем понять, что все эти отрицательные болные моменты все играло свой роль в его попытке нам обратить в принципе к духовности и к себе. болезненные болезненные Продолжение следует...